Слава тебе за это утро, Слава тебе за новый день, Слава, что ты мои проблемы Удалил как тень, Слава тебе за друга жизни, Слава, что я дитя твое, Слава, что я врагам от сердца Смог простить за все, Слава тебе за все печали, Слава тебе за нежность слов, Слава, что ты своей рукою Мне помочь готов, Слава, что ты открылся в слове, Слава, что ты послал свой дух, Слава, что ты так нежно любишь, Ты наш лучший друг. Слава, что ты хочешь. Я хотел бы сейчас вызывать нас к слышанию слова Божия. Мы, папа, Владимир Величин, из города Тарас, прислитель церкви, он поделится Словом Божьим и зовет нас в молитв. Я рад видеть вас всех. Долго я мечтал посетить этот город. Хотя мои дети уже три года как женились, живут вместе, А я вот только сегодня здесь хожусь у Божьего вчерашнего времени. Никак вот время такое, да, даже в Казахстане живет, трудно все-таки посетить. Где-то там, ну, много здесь проблем связано, но это все понимается прекрасно. И Господь по милости все-таки позвони мне быть. Я очень рад. Долго я готовился к этому, волновался. Вот, и как детки меня приведут. И так же я и хотел познакомиться с вами, тоже моими братьями и сестрами, Господи, Иисусе Христе. Я к Богу пришел в 92-м году. Как раз, когда вот началось вот это все событие, в Советском Севере. И пришлось тоже пересмотреть много, всю свою жизнь, цель определить, правильно ли я живу, неправильно ли я живу. И сделал вывод, что неправильно я живу. И нашел путь правильный, правильный. Это путь следования за Господом, и я не ошибся. Много ошибок было жить, много я перестраивал. Вы иногда тоже будете со мной быть согласны. Много у нас были такие вот моменты в жизни, когда, ну давай, я вот начну все заново. Были такие. Ну, с понедельника начну жить по-новому. Потом вроде бы начинал жить по-новому, а возвращался все же туда, к тому же корыду, к разбитому. Не было ни смысла в жизни, ничего не было. И вот только Иисус Христос удовлетворил все мои сердечные переживания, все мои планы, все мои цели. И вот мы здесь все с вами собрались, верующие люди. И, наверное, нет, наверное, среди нас тех, которые бы сказал бы, но зря я на этот путь пошел. Или есть таковые. Может быть, сидите и думайте, наверное, все-таки зря я пошел. Действительно, Господь наш путь и истины, и жизнь. И все, кто последует за Ним, никогда не будет разочарованы. Но я хотел бы сказать, но. А что, что там происходит в жизни верующих людей, когда все-таки мы, находясь в общении, находясь, может быть, несколько даже лет, а так и мы теряем своих братьев и сестрей. Бывают такие случаи? Вот вроде бы общаемся, да, молимся вместе, в собрании находимся. Потом смотрим, а он уже не в собрании, а он где? А он уже где-нибудь там совершенно в других пажетях находится. С нами же был. А что же произошло? Неужели Иисус Христос плохой? А в чем дело? А я вам сейчас задам вопрос, и вы мне ответьте. Вообще, нужна зачем вера нам? Господа. Вот мы верующие люди, а зачем нам нужна эта вера? Без спасения. Без спасения. Спасения чего? Кого? От грехов. От грехов. Иисус Христос плохой жизни. Правильно. Спасение нашей собственной души. От нашей греховной, этой собственной греховной души, от чего? От сюда Божьего. От погибли. Возмездие за грех. Что Господь делает? Смерть, это погибли. И вера нам нужна не для того, чтобы... Ну, мы же все-таки вот, когда собираемся со мной, люди все хорошие, добрые, приятное общение, любим друг друга, да? Заботимся друг о друге. Это все на своем месте, да? Это хорошо, это приятно. Но вера, она не для этого же, правда? Не для того, чтобы просто иметь общение хорошее. Не для того, чтобы помогать друг другу. Не для того, чтобы, ну, не ругаться там, не материться, не воровать, не красть и так далее. А вера-то, она выше этого всего, да? Это вся наша жизнь, это только подготовка. А подготовка к чему? Подготовка к тому, что Господь нам приготовил там, вне этой земной жизни. И верующий человек, он осознает, что, живя на этой земной жизни, имея вокруг себя вот, ну, дом там, семью, работу. Для чего это все? Для земной жизни? Нет, не для земной. Все то, что он имеет, он приготовляет для того, чтобы перейти в совершенно другое положение. Спасение. Там, где уже не будет ни игоря, ни греха не будет, ни болезни не будет. Господь это все вот отверт. И там он приготовил не эту земную жизнь, временную, 70 лет, ну, 80 приборщих перепостей, а жизнь вечную. И вот верующий человек, он живет тем будущим. Перед глазами у него цель. Поставленная цель, которую он здесь, на этой земной жизни, он ее достигает. И Господь предупреждает и говорит нам, что знаете, этот самый несчастный человек, тот, кто, веруя в Господа Иисуса Христа, надеется для земной жизни. Это самый несчастный человек, который думает, что я верю в Иисуса, я только лишь верю для земной этой жизни. Ну, жить в чистоте, жить в добре, в любви, в поддержке друг друга. Может быть, в большей степени, чтобы мне помогали. Но я все-таки не в ресторане, я не на базаре, не там еще где-то, я все-таки в доме Божьем нахожусь. Но вопрос, для чего это все делаю? Смысл этого? Должен у верующего всегда быть в голове. Это я делаю для будущего моего состояния, да? После земной жизни. Вот моя цель. Вот мы учимся в школе. Вы помните, все мы учились в школе. Без грамотных, наверное, нет. Тем еще хорошо было в Советском Союзе, когда в инфляция без грамот, старались все, что-то все учили. Ну, много мы учили. Потом мы, может быть, учились в институтах, техниках, учились и в институтах. А вы скажите мне, в техниках, институтах, школах, дискуссадах, там, везде, учили одному такому уроку, как научиться умереть. Никто не учили. Везде нас учили что? Везде нас учили только жить. Вот будешь жить, да? Приобретешь то, приобретешь то. А вот научиться умереть никто нас не учил, нигде. А где этому нас учат? Вот как раз-таки Господь Церковь создал на этой земле для того, чтобы научить людей именно этому важному уроку. Это подготовиться к загробной жизни. И в этом и заключается наша вера. Это подготовка. Наша жизнь, она временная. Мы странники и пришельцы на это делаем. Но это все делается для того, чтобы нас научить переходу. и переходу правильному. Слово Божие неоднократно нам говорит и предупреждает, что человек, он вечен. Слово человек означает это вечно. Слово там век присутствует. Он не временный. Он вечный. Даже атеисты кто называет это слово человек? Хотя они пытаются назвать его обезьян, но у них это ничего не получается. Человек. В самом слове человек это вечно. Слово век означает. И он вечен. И вот мы должны с вами жить так, чтобы приготовиться, научиться к этому переходу. Это самое важное в жизни, потому что там нас ожидают два положения, два состояния души. или же она будет жить вечно в раю с Господом, или же она тоже будет жить вечно, но где? Во суде. Суд будет. Суд Божий. Есть место для всех, кто не покоряется истинами, всех, кто отвергает истинами. Первое, кто согрешил. Первое, это убийца от начала. Написано, он убийца. это враг души человеческий, сатана, дьявол и ангел его. И вот это место, оно приготовлено для суда, вечного суда Божьего. Кто отвергает Бога. Не для людей это место было приготовлено. Это место было приготовлено для дьявола и его ангелов. Но он пытается кривитать человек перед Богом, да, сказать, что вот, ты Господь, такого грешного человека он сотворил, теперь он не хочет тебе лерить. И те, кто доверяет не Богу, а Ему, идут автоматически вслед за Ним. А те, кто доверяет Богу, тот идет в рай, да, с Господом. Когда Господь нам рассказал, когда они вместе на крестах помните, Господь был распятый, два разбойника. Вот один разбойник, он опомнился, что же он делает, что же он в свою жизнь, как он жил, и он покаялся перед Богом, он сказал, Господи, помяни меня, когда, когда мы идем в царстве, он говорит, да, нынешне будешь со мной в раю. Вот самая главная задача верующего человека, это избежать Божьего суда, это познать Господь Иисуса Христа, самого Бога, полюбить Его, и не быть осужденным с этим врагом душа человечества. И что для этого нужно нам делать? Что для этого нужно? Благодарность Господу, что Он нам дает средства, как этого всего достичь. И нам нужно взять это средство. Вот я сейчас коротко прочитаю, это для нашего с вами напоминания, Библия предупреждает, что чтобы человек не надеялся здесь на этой земной жизни какие-то блага получить, и чтобы потом в результате своей жизни избежать Божьего суда. Суд обязательно будет. Хотим ли мы это, не хотим, потому что Господь его определил. И Господь любит человечество. Он говорит, Он дает известно, как это все избежать всех этих бедствий, грядущих на всю землю. А они обязательно будут. Вот книга пророка Исаия, 26 глава, это пророческая книга, это муж Божий пророк Исаия, вот он дает нам это слово пророческое. Как избежать этого гнева Божьего? И как спастись? Вот глава 26, 20-21 стих. Всегда, когда пророк говорил, он всегда говорил о теме и не Бога, это не сам он говорил человеку. Когда говорит пророк о Боге, он говорит не свои слова, он говорит слова Божьи. И вот он говорит, пойди, народ мой, войти в покои твои, забри за собою двери твои, укройся на вдохновение, до боли не пройдет гнев. ибо Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. братья и сестры, будет этот Божий суд на этой земле. Как это было уже и раньше, мы с вами в Библии читаем. И Бог это делает не из-за ненависти к человеку, а Бог это делает по справедливости для того, чтобы наказать безбожие, наказать грех, освободить, очистить людей от греха. Но перед тем, как это сделать, Бог дает средства, как это все избежать. И вот Он говорит, обращается к людям, народ мой, войдите в покое ваше, закрыте за собой двери ваше, укройтесь там на мгновение, а гнев будет, потому что Я выйду из жилища своего наказать всех обитателей земли за их беззаконие. И земля, она откроет поглощенную ей кровь и уже не скроет убитых своих. Это все будет. Вот нам кажется, что ничего не будет. Мы видим на людей информацию по телевизору смотрим. Там столько много совершается преступлений, греха, убийства. мы видим как это люди сегодня вообще до того в злости уже столько страшных преступлений делают. Что это такое? Кто же это окажет наконец? Бывают человеческие суды и то под 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 с вами видим. Преступник совершил глушное дело такое страшное смотришь на суде его оправдывает. Он идет выходит и адвокаты там нашлись они его выручили. такие аргументы нашли чтобы его спасти. видели когда-нибудь суд идет? Он нарешил там сступление уже явно что это он сделал. Но адвокат такой искусный нашел так все дело повел. Задивением каких-то там еще аргументов все он освобождается. Так вот перед Богом этого не будет. Бог обязательно говорит что он откроет поглощенную землей кровь все дела все преступления были тайны явные помыслы человечества все это вскроется никто уже не скроет убить и он говорит но как же нам теперь спастись а вот я хотел остановиться на четырех моментах которые Господь говорит для того чтобы человек спасся от этого Божьего суда Божьего наказания здесь есть такие выражения Господь говорит первое это пойди пойди потом войди это второе потом говорит забри за собой дверь это третье и четвертое ты укроешься вот четыре четыре шага должен сделать человек для того чтобы спастись от справедливого Божьего наказания первое это пойди что такое пойти когда сегодня утром вы утром встали да и у вас мысли а что нет воскресенье и у вас первое желание это что пойти куда пойти цель если у вас этого не возникло в голове словом пойти вы сюда пришли бы нет пойти это вообще в жизни человека это самое главное решение которое он делает но только проснулся пойду куда пойду пойду помоюсь пойду тактод сделаю то есть пойти это значит не сидеть без дела это значит что-то делать что-то совершать какое-то действие первое что говорит господин нужно пойти пойти куда вот мы пришли в дом ну хорошо вы пошли в дом божий а если еще второе войти а если мы сюда пришли просто и не вошли бы сюда то есть пойти это принять решение определенная цель пойду дом будет позже второе войти я знаю как тут у вас маленький город мужья ваши сыновья ваши я больше смотрюсь на сестер на машине вас сюда никто не привозит или вы сами себе приходите но у нас город большой и бывает такое когда мужья они привозят своих жен своих ну там сестер может быть братья привозят бабушек дедушки бабушек своих привозят тоже хорошо утром они проснулись и жена сказала муж ты меня привези в дом молитвы вот они приезжают сестра выходит с машины или с такси и заходит дом молитвы а муж стоит не ждет он может два часа ждать но дом молитвы не зайдет то есть пойти там у него есть такая цель пойти может дом молитвы чтобы жену прийти а войти туда нет или я своему другу сколько раз говорил и он тоже обещал я как приду в молитвы и посмотрю что же там делать и как только в назначенное время я ему звоню ну что все давай пойдем он нет желание есть пойти и войти тоже не хочет и вот так вот они остаются вот еще есть третье третье а третье это закрыть за собой дверь да Господь говорит пойти войти и закрыть за собой дверь что такое закрыть за собой дверь закрыть за собой дверь это значит решение уже больше не выходить то есть это уже такое стремление и желание чтобы войдя уже не выходить то есть там уже и оставаться там уже и оставаться вот эта зима у вас тоже было наверно тоже сурово помните и забавы были снижены по дорогам даже некоторые случаи бывают как раз там информация что бывает что даже завязать вот где-то 9 раз машина заглохла завал все но бывают такие островки спасения когда какого-то сиденье машина останавливается там где-то гонек по машину все бросает и посмотрите чтобы спастись у него тоже эти вот три действия такие он совершает у него такое возникает желание это пойти пойти в этот домик там где тубе дым там тепло и вот он все семейство свое берет пойду и вот они иду хоть за носу все равно еду машине там не знаю что они спаслись когда подходит или к этому домику ну что пользуясь они решили пойти а что можно еще сделать нужно еще и войти они стучатся откройте откройте открывает они гордит мы не войдем они входят и закрыт надо что за собой если дверь не закроет что кода и замерзнут там везде кругом погибли а тут тепло надо дверь закрыть закрыть значит это войти больше не выходи и хорошо если они пошли дверь им открыли они вошли а потом взяли и обратно ушли что они спасутся они ничего не то есть закрыть за собой или когда они это все сделают тогда везде кругом погибли везде кругом мороз везде кругом страшно холодно а они закрыли и у них желание больше не выходить мы будем тебе до тех пор пока там все это менять я к чему это говорю братья и сестры я говорю это все применяя духовной нашей жизни жизни спасения нашей души у бога точно такой же подход для спасения нашей души господь говорит пойди дорогая душа придите ко мне господь придите ко мне все труждающие христос завел прийдите да и у человека возникает это желание пойти помните блудного сына который столько много для себя как вылезо сделал и а у отца там меде свою забрал то прокутил все это кончилось и когда он оказался уже как у свиных рожков облетался и что вы не помните желание такое возникло что он сказал стану и пойду куда пойду к отцу моему что-то совершаете для того чтобы спасти вашего первое то что это решение пойти иисусу христа а потом говорит господь войди а посмотрите интересно войди а куда выйти что делать а библия нам говорит что иисус христос есть дверь и кто говорит господь берет то войдет мною тот спасется но опять же кто войдет и кто и тот кто уже не выйдет тот человек который войдет и уже принял решение закрыть уже за собой дверь и уже больше не выходить и вот мы с вами подошли к тому моменту когда люди ходят принимает решение значит идти за иисусом христос входит этой дверь но за собой дверь не закрывали что и выходит то интересное место еще написание не что первого ивана там говорится тех верующих людях которые они не были наш они вышли от нас и написано и вот потому что они вышли от нас они не были наш то есть первоначально когда они приняли решение пойти за господом и войти этой дверью у них уже там план возник когда-нибудь я это выйду за собой дверь и закрыть подблагословил бы нас господь братья и сестры чтобы войдя придя к иисусу войдя господу иисусу христос чтобы также не закрыли за собой дверь что бы не случилось жизни нас какие может быть невзгоды какие-то румбы сюда еще какие-то может испытание перегонение все равно мы знаем что будет праведный суд божий что там били нас ничто не ожидает счастливого счастья только в господь иисусе христе пусть даже я ничего всего лишусь пусть даже я буду голоден будет пусть даже мне будет холодно но спасение души мои от этого не зависит спасение души зависит от пребывания в господь иисусе христе и у меня никто меня не поколепит и смерть и гонение и какой-нибудь человек который будет меня убегать для того чтобы оговорить меня и сказать да что там тебе нужно делать не я сам только в господь иисусе христе спасение вот когда я все эти вот три шага выполню пойду войду закрою за собой дверь четвертое это уже как следствие этих всех трех шагов вот тогда я укроюсь и тогда я спасусь тогда у меня уже будет цель достигшая и тогда я выполнил то ради чего вообще я живу смысл моей жизни уже в жизни в том чтобы временно вот если все иметь дела написано земля и все это не дела будут процветать вы будете строить ром будет здесь будет великолепный чистый воздух тут будет климат отличный вы будете как говорится вечно жить здесь на этой земле и вот так почему же люди живут так как будто не вечно здесь они как-то правильно сказал люди живут так как будто не думать что они умрут но когда говорит умирают они вспоминают свою жизнь вроде бы они вообще ниже вот цель и смысл жизни это найти господа это приблизиться к богу прийти к богу войти дверью иисуса христа закрыть за собой дверь остаться в этом чтобы никто не поколебал и тогда ты укроешься и тогда ты спасешься поэтому я обращаю брать и сестры знаете всегда помнить об этом всегда помнить об этом не рассчитывать на эти земные планы не рассчитывать на эту землю а взрослой открыть вечности ведь вера вера это уверенность невидима и осуществление ожидания этот приезд если бы я его не осуществлял если я не верил бы что я доеду сюда я так же не приехал бы сюда а мне какая-то цель была определялся на неделе немножко мне здоровье немножко потерял а наше поколение я смотрю сейчас на вас взрослые многих матерях обидеть вы крепче чем ваши дети и согласны или дети ваши крепче вас еще неизвестно дети доживут до вашего года на такое поколение на слабо все только на прививках вот мы живем и на милостью боюсь сейчас сейчас я уже дальше ряд милостей божий если не смогу будет на мог уже и окончил бы жизнь зиму вот наше поколение в 58 до 60 до 58 года я идю на кладбище смотрю я многих пережил куда посмотрю я многих пережил а мужчина вообще сегодня среднюю продолжительность жизни она очень слабо до пенсии и смысл в этом что нет конечно самый главный смысл это найти бога для того чтобы жизнь моя не окончила здесь на этой земле по гибелью а чтобы я дальше продолжал прощать слова истины огнился и таблетки все чтобы только сердце мы вытяжила поездка если бы этого не сделали а может быть и в поезде где-нибудь уже и отдал осуществление ожидаем мы осуществляем ожидать вот то что мы здесь с вами брать и сестры собрались да это наше осуществление ожидаем как это хорошо было да или у сам расстроились сказали а у меня утюг не включил а я степу не закончил вы расстроили пусть от господь пришел забрал а вы сказали как же там мы и домаши гуси а лунки на переживание сердечко есть такой корешок такая жилочка а вот господь говорит осуществление ожидаемого чтобы имеющий жил так как он не имеет даже как если вы жениться только вот вы не жениться если вы покупаете продам продаете как будто вы это не покупаете и не продаете вот такая жизнь уверенства человек он готов любой момент когда господь придет оставить все если мы можем переживание за те кто еще и принц не приблизился к богу может пойти и сказать еще ну сын мой дочь вот человек господь пришел ну покайся вот все есть возможно вот это есть у нас желание это гореть вернуться чтобы спасти а цыплята там это нам коровы это нам не нужно вот пусть господь мы сейчас с вами еще будем молиться в нашем собрании не знаю есть те кто еще не подошел к господу Иисусу Христосу еще не вошел дверью который есть Иисусу Христосу еще может быть даже они и подошли и вошли дверью но может быть еще есть такая у него это все рука там более мне привлекательный мир всем на молодежи это касается пожилые люди уже все прожили жили не знаю что такое более не было так нахлебались а молодые они еще и еще не знают дорогие ради сестры молодежь вот мир вам много чего красивого готовит да но это все это все сын салон это все кажущие все кажущие вы не думаете что если вы уйдете от Иисуса Христа то вы получите какое-то счастье или благословение не будет не будет я просто один пример веду когда молодой человек он он верил в Богу все это вот из жизни пример нашей собрания то есть он он только на 5 минут решил уйти от Иисуса Христа кто-то часто там ходит по городу городская жизнь страшная жизнь мне нравится ваш город что здесь не такая не так бушует какой-то больших городах там ужас что делается я не раз делюсь приведем такую картину от машины и помещать какому-то французскому городу и над французским таком большим мегаполисом города вот такая вот такой плакат и там написано здесь начинается а вот это кто-то взял и написал наверно христинин верующий написал вот в этом городе начинается а вот вот можно поставить как говорится эту вывеску и над нашим городом тараза и над нашими другими другими старицами действительно вот въезжают большие города начинается а я думаю что и над казанинском тоже можно вот так вот описать но может быть меньше степени я смотрю здесь как-то более скромно а а там любой вот город любой дом смотришь там первые этажи городов полосе они выкуплены и эти этажи первые они все для развлечений для людей там рестораны там и пивнушки там и все вот смотришь все для развлечений это потом он свидетельствовал и не вышел он уже пять лет пять лет он уже все вот достаточно пять минут ему надо было того чтобы зайти там кружку и потом он уже на пять лет вообще потерял потом он пришел потом свидетельствует как это произошло у него же как они хотят на 5 минут а сатана его на 5 лет его за эту 5 лет я вот так просто уже невозможно там его и болезни уже его и все короче вся жизнь и все полетела он там и женился уже нету безбожье благословение жениться и развелся и горицом и детей было да и некоторые погибли и вот такого и что смысл в чем заключить и вот недавний вот вам пример что скажу тоже молодая и последнюю школу посещал и родители и молились и все делали для того чтобы доченька ну чтобы она с богом было какое-то время до дорогого-то возраста там до 16 лет до 18 лет еще как-то все это было но потом когда расправила крылья я все могу не похоже не ну замуж вышла за неверующим жизни и сразу разладились там уже через год уже по ребенок уже родились куда зависеть за сущего года и вот пошло и поехало пошло и поэтому то второе дело как богу так и не идет и вот жизнь страшной и последняя просто итог чем это все закончилось где и оставил видели поехали были сам шара да только молодые люди покупаться по нас покупались они там все хорошо и выучили сказал от теста сама развлекается вот и утром уже обратно вырезаются они какой-то камаз то машина там писается к нам тут бак под камазом бак бак за там пристроить ранее вот кули сразу же взрыв но они не почувствуют как они сгорели потому что когда не врезались машины все мы в голову так подруга 5 человек пошли там один из сыновей работник на акина то там наказали вот как они там все собрались поражаются какие там у них мысли и то что вот нашли что это она эти почек когда так получилось что у нее удостоверение заботилась зачем удостоверение собой но это удостоверение оно как-то вылетел момент удара и оказался рядом с машиной когда милиция подъехали они удостоверение взяли почитала и поэтому адрес потом нашли и всех потом нашли атакам одни головешки все все сгорело когда похороны были я на похороны не ходил слишком жарко было она рассказывает что там варить минусе просто город это залог я к чему я говорю что чем это все закончилось и одесса свидетельствует это говорит я знаю по какой причине настигла ее до кончаться горе конечно для нас но она выбрал этот путь следуя за господом для нее уже суд божий настал конечно может какая-то надежда может она когда летела и она видишь сейчас будет авария и покаялась возможно это я не знаю может быть возможно но там не об этом и она уже она думает поэтому с Богом шутить очень опасно что посеять человек то и пожмет Бог по ругам не бывает давайте мы сейчас еще помолимся поблагодарим Господа за то что он справедливый Господь любящий и что это временно эта жизнь она у нас у нас закончится вот эта вот земля и это не от ненависти Бога к людям а для того чтобы все таки людей спасти для того чтобы человек сжил жить начал заново и для этого он все пути сегодня открыли придите войдите закройте за собой дверь и укройтесь если кто не на этом пути сегодня сейчас вы можете это сделать обратиться к Богу молодец пожилые все делайте и вы увидите как благ Господь сейчас поможешь спасибо